10.00 на часах нашей студии. Самое время выхода в эфир еженедельной аналитической программы «Семь дней в регионе» на телеканале ПС. С вами Алексей Шумякин. Доброе утро. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. Если есть желание связаться с нами, рассказать о своей проблеме или радости, звоните. Номер нашего телефона неизменен. 639717. Мы будем рады пообщаться. Надеюсь, вы тоже. Ну а пока вот о чем сегодня расскажут мои коллеги и кто придет к нам в гости. Пожароопасный сезон в регионе. Что нельзя делать, находясь в лесу? И какие теперь требования к владельцам дачных участков? Хорошо, соседи заметили, что идет дым. Позвонили им и приехали и начали тушить. Тушили не одну неделю. Компетентный комментарий от руководителя регионального агентства противопожарной службы и гражданской защиты Александра Уварова. Совсем скоро он у нас в студии. Наши в Совете Федерации. Как прошли дни Архангельской области в Верхней Палате Парламента? Что обсуждали, к чему пришли, в чем сенаторы поддержат наш регион? Это тот проект, над которым правительство области уже, можно сказать, бьется несколько лет. Большая научная конференция по вопросам онкологии. Какая она новая лечебно-диагностическая тактика при онкозаболеваниях? Пятилетняя выживаемость у нас выше, чем по Российской Федерации, выше, чем по Северо-Западу. Онкозаболевание на втором месте по летальным исходам в регионе. Что нужно делать, если болезнь наступает? Стоит ли опускать руки? Также подведем итоги культурного сезона. Что увидели северяне и в чем сами приняли участие? Это не какие-то там артефакты. Сюда нельзя прийти поглазеть. А как прожили год муниципальные учреждения культуры, ждем в гости директора Ломоносовского ДК Александра Барского. И снова узнаем, где и как можно отдохнуть вместе с компанией Тревел Клуб. У нас в гостях и ее генеральный директор Юлия Бессонова. Эта неделя была отмечена несколькими событиями. Мы начали отмечать 75-летие создания Соловецкой школы ЮНГ. Состоялись до выбора в областное собрание и городскую думу столицы Поморья. Достойно представили регион в Совете Федерации. Там прошли дни Архангельской области. Провели большую конференцию малого и среднего бизнеса. Под конец недели городской водоканал остался без директора. Для расторжения трудовых отношений с Эдуардом Смеловым послужила прокурорская проверка. Выяснилось, что бывший директор городообразующего предприятия имеет связи с бизнес-структурами в нескольких регионах России. Поэтому теперь руководитель водоканала с приставкой ИО Иван Бритько, а Эдуард Смелов остается на должности заместителя. Многие из этих тем найдут отражение в нашем эфире. А пока давайте посмотрим, чем еще жил регион на этой неделе. Очередная взятка. В Архангельске оперативники ФСБ задержали заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества Михаила Шмырева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Деньги высокопоставленный чиновник требовал от предпринимателей за победу в аукционе для приобретения нежилого помещения. Всего 3 миллиона 450 тысяч рублей. По решению Ломоносовского суда в ближайшие два месяца на время следствия Михаил Шмырев проведет под стражей. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Май – время последних звонков. В Новодвинске торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях. В первой школе виновниками торжества стали 36 выпускников. Праздничную линейку открыли красивым прощальным вальсом. Особенным подарком для всей первой школы станет открытие в сентябре 2017 года лесного класса. Его подарил ребятам Архангельский ЦБК. Впереди у школьников экзаменационная пора. Кстати, об особенностях проведения ЕГЭ в этом году рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. Единый госэкзамен пройдет на 88 площадках. Проверят свои знания свыше 6000 11-классников и более 10000 9-классников. Пройдет единый госэкзамен с рядом нововведений. Так продолжена работа по исключению так называемых угадаек. Тестовой части в этом году не будет в экзаменационных заданиях по биологии, химии и физике. Также из новинок новая технология печати и сканирования контрольных измерительных материалов. Задания будут распечатываться прямо в аудиториях, а после экзамена их ответы отсканируют и отправят на проверку. Плюс в этом году увеличилось количество общественных наблюдателей. Списать будет нереально, говорят специалисты. Что касается ребят с ограниченными возможностями здоровья, то они смогут сдать ЕГЭ на дому. В регионе работает горячая линия. Все вопросы по поводу сдачи ЕГЭ можно задать по телефону 28 55 85. В России прошли Дельфийские игры. В них приняли участие 2200 молодых талантов, среди которых были и две девушки из Новодвинска. Одна из них, Дарья Жукова, в номинации «Фотография» привезла соревнование. Две медали. В следующем году Дарья представит Россию уже на всемирных Дельфийских играх. Более 80 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Северодвинске. Подрядчиком стал Аксум. Специалисты уже ведут работы на острове Ягры. На очереди участки дорог от улицы Мира до Приморского бульвара и от улицы Макаренко до Краснофлотской. Впервые в самом южном городе области на территории речного причала прошел водный праздник «Котласская регата». Он был посвящен столетию города. Несмотря на дождь, посмотреть на красочное шоу собралось большое количество зрителей. Такого праздника город речников не видел давно. Началось действие с парада судов. Возглавили колонну теплоходы. Среди них действующий рейдовый буксир ледокольного класса «Муром», пассажирский «Кондор», несколько известных котлашанам обстановочных судов «Косатка», «Снегирь», «Сорока», множество катеров. Еще одной изюминкой праздника стали соревнования грибных судов. На участие заявилось 16 команд. Три из них были на спортивных катамаранах. Семь экипажей сели на байдарке, шесть предпочли легкие парусные лодки «Ялы». В итоге среди байдарочников первыми пришли Алексей Власов и Дмитрий Черных. Лучшим на «Ялах» стал Николай Верховинский. На катамаранах победу одержала команда Дениса Попова. Для новой библиотеки Плесецка северяне собрали уже 4,5 тысячи книг. Полностью сформирован фонд художественной литературы. Но до сих пор необходимы детские книги и специализированные издания. Напомним, пункт сбора литературы в помощь сгоревшей библиотеки в Плесецке располагается в Добролюбовке. Необходимы книги по философии, психологии, педагогике, менеджменту, истории. Практически нет книг по литературоведению и искусству. Сотрудники Добролюбовки начали работу по восстановлению электронного каталога Плесецкой библиотеки. Уже подготовлено 500 записей. Сейчас решается вопрос о передаче библиотеки нового здания. В центре Вельска открылась новая детская площадка. Она построена на средства спонсоров. Это уже не первый опыт сотрудничества местной власти и бизнеса. Площадка для игры полностью соответствует безопасности. Она огорожена, есть качели, скамейки, горки и даже пожарная машина, которую сразу же облюбовала детвора. В Архангельской области действует особый противопожарный режим. Под строгим запретом не только разжигание костров в лесу, особые меры предосторожности на дачных участках. Пока благоприятствует погода, на улице не жарко, солнце пока не очень греет, но тем не менее особое беспокойство вызывает пал травы. К примеру, в Котловском районе участились луговые пожары. Только в мае там зафиксировано 30 случаев возгорания. Горит и мусор на несанкционированных свалках. Основная причина происшествий, как всегда, человеческий фактор. С 1 марта этого года в России вступили в силу изменения в правила противопожарного режима. Согласно документам, все те, кто распоряжается территориями, которые прилегают к лесу, должны очистить ее от валежника, сухостоя и разного рода мусора. Кроме того, самостоятельно отгородиться от лесного массива минерализированной противопожарной полосой шириной не менее полуметра. Изменения коснулись многих дачников. Как все это реализуется на деле, узнал Алексей Карельский. Лесные пожары, которыми охвачена Сибирь, наводят на мысль, что холодный май в Поморье – это не так уж и плохо. Впрочем, чем ожидать худшего, лучше его предотвращать. И это не пожелание, а обязанность, которая возложена правительством России на всех, чьи дома и земля прилегают к лесу. Вот с этого года у нас изменились требования, и в соответствии с законодательством у нас все участки, которые ограничены с лесом, в том числе и дачные участки, должны быть очищены, 10-метровая полоса от всякой растительности, порубочных остатков и сухой травы, где это возможно – проложить минерализованную полосу. По сути, это перекопанная земля, на поверхности которой нет растительности, а значит, на пути огня возникает барьер. В садоводческом товариществе «Ильма» в качестве минерализованной полосы выступает дорога, которая отделяет строение от лесфонда. Впрочем, говорит председатель СНТ Сергей Глоба, она не освобождает дачников от обязанности принимать противопожарные меры, и не только на участке, но и на прилегающей к нему территории. Касается это и тех, чьи сотки находятся в отдалении от леса. Вот это вот наличие сухой травы является таким потенциальным источником пожара. То есть, поскольку это, значит, место общего пользования, любая брошенная, значит, брошенный окурок, спичка, либо просто, значит, от выхлопов того же автомобиля, это все вспыхнет, и вот при такой ветреной погоде здесь будет очень сложно что-то остановить. За забором на самом участке складированная сухая трава – прямое нарушение правил пожарной безопасности. Как уверяет старший инспектор МЧС Роман Полищук, немало о грех и на этой даче. Дом строится фактически на границе леса, а должен минимум в 15 метрах от него. В данном конкретном случае здесь ширину, полосу шириной 10 метров не айтистит, потому что как бы уже идет граница между участком и лесом. В данном случае собственник должен сделать милизованную полосу шириной не менее 50 сантиметров. От чего она реально может обезопасить? Всего полметра. Ну, данная полоса, она в принципе только может обезопасить от травяного пожара. Куда в большей безопасности находится дом Читы Галышевых. От леса он метрах в 50. При этом общие правила пожарной безопасности хозяева соблюдают круглый год. Обязательно убираем всю сухую траву, всю листву, потому что мы же тут, дача находится в лесной зоне, деревья на участке есть, поэтому очень много листвы. Поэтому мы всю ее собираем осенью и в компостную яму. Во-первых, это и удобрение, это и противопожарная защита. Вот. Потом, значит, все сухие ветки у деревьев тоже обрезаем. Убираем территорию за забором, которая тоже много, травы сухой бывает. Учитывают дачники и то, что садоводческое товарищество стоит на торфяных почвах. Их друзьям неосторожное обращение с огнем уже аукнулось. Пожарили шашлыки, уехали и выгорела огромная торфяная яма. Хорошо соседи заметили, что идет дым, позвонили им и приехали и начали тушить. Тушили не одну неделю. Затушить торф очень сложно. Мангал на участке Галины и Виктора, скажем так, правильный. Над растительностью возвышается, да на железный лист опирается. Ни угольки, ни искры на траву не упадут. Если что, у хозяев в наличии обязательное противопожарное вооружение. Здесь у нас первичные средства пожаротушения, то есть у нас четыре бочки с водой. Одна бочка всегда полная. Ну, водоем тут есть небольшой у нас. Есть лестница пожарная, можно использовать огнетушитель в доме. И это не чрезмерная предосторожность, а норма. Особенно если учесть, что в прошлом году в различных садоводческих товариществах области произошло почти 130 пожаров. Некоторые с летальным исходом. Алексей Карельский, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. Большая скорость распространения огня по сухой траве и сильный ветер, конечно, могут создать серьезную угрозу для населенных пунктов нашей области. Как мы готовы к летнему сезону? Узнаем у руководителя агентства Государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова. Он у нас в студии. Александр Викторович, доброе утро. Здравствуйте. В области введен особый противопожарный сжим. Почему? В связи с чем? Ну, это сезонная мера, поскольку после схода снежного покрова у нас возрастает количество лесных пожаров и особенно пожаров от пала травы, которые с переходом на населенные пункты, на лесные массивы приносят очень большой ущерб. Ну, вы, наверное, видите, что сейчас творится там в других регионах России. Поэтому, чтобы не допустить такого положения, и введен указом губернатора Архангельской области с 1 мая особый противопожарный режим на территории Архангельской области. Что нельзя делать? Что сейчас под строгим запретом? Нельзя разводить костры в лесной зоне. Нельзя сжигать траву прошлогоднюю. Вот это самый большой бич на сегодняшний день. Зафиксировано с начала противопожарного сезона у нас уже 172 случая сжигания сухой травы. В области. В области, да. В общей сложности. Хотя это меньше, чем в прошлом году. В прошлом было 308. Но в любом случае это огромная опасность и населенным пунктам, и самим лесным пожарам. Значит, ну, по лесным пожарам несколько... Пока нас, так скажем, цифры не то, что радуют, но говорят о стабильности. То есть у нас пока лесных пожаров 5. Но и погода спасает. И погода спасает, безусловно, поскольку весна у нас практически на месяц запоздала. Основная причина вот этой беспечности, это все-таки человеческий фактор? Безусловно, это человеческий фактор. Люди, менталитет человеческий, когда люди думают о том, что может случиться все, что угодно, но только не с ним именно. Может сгореть дом, но только не у него. Может загореться трава, он ее сжигает, думая о том, что после этого на этом месте будет она лучше расти. Хотя это не так. Но с ним ничего случиться не может. И вот это основная причина. Александр Викторович, а что делать тогда из года в год говорим, уговариваем практически, грозим какими-то мерами, административными штрафами и так далее, а все равно жгут? Ну вот что делать? Ну, административными мерами предусмотрены административные меры кодексом, там пункт 8.32, определенные суммы, и на юридических лиц, там довольно серьезные суммы, и на граждан. Но я считаю, что одними запретительными мерами, наверное, это не устранить. Это нужно воспитывать. Вот чем мы сейчас, в принципе, и занимаемся вместе с Министерством образования Архангельской области, вместе с учителями, путем проведения уроков, открытых сходов, инструктажей и так далее. Значит, у людей в сознании должно укорениться о том, что этого делать просто нельзя. Это может привести не только к беде его самого, но это еще является угрозой для окружающих. Насколько мы готовы сегодня области, я имею в виду, готовы к сезону, к лесным пожарам и так далее? Ну, безусловно, мы готовились к этому сезону и начали подготовку еще в прошлом году. Соответствующий план подготовки, он был утвержден. Он предполагает целый ряд мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения пожаров. Ну, по силам и средствам. Так, наверное, будет проще для понимания. Значит, на сегодняшний день у нас есть единый лесопожарный центр, который занимается тушением пожаров в лесах. На сегодняшний день там 89 подготовленных парашютистов, готовых в любое время приступить к тушению лесных пожаров, в том числе в лесной зоне. Значит, всего 10 пожарно-химических станций, 9 авиаподразделений. Это только по ЕЛЦ. Что касается противопожарной службы области, по Министерству чрезвычайных ситуаций, значит, у нас аэромобильная группа в составе 100 человек. Ну и по районам, в Котловском районе, группировка 50 человек с соответствующей техникой. Это отряд, который готов выдвинуться на тушение пожаров и при угрозе населенным пунктам. В любой момент. В любой момент, да. Далее, в Няндаме 50 человек также. В Приморском районе 20-й отряд, 50 человек еще. Это только из противопожарной службы. Ну то есть в каждом населенном пункте предусмотрены какие-то единицы, да, вот на какой-то момент чрезвычайной ситуации. Это не просто предусмотрены единицы. Это люди и техника, которые подготовлены и готовы к тушению лесных пожаров, либо к тушению населенных пунктов. Мало ли что. Да, кроме этого, у нас есть аэромобильная группа службы спасения в составе 10 человек, которые имеют подготовку и на работе с вертолета, с ссорами, ну и так далее. Ну то есть область готова. Да, по заключениям всех органов область готова к проведению пожароопасного сезона. Александр Викторович, большое вам спасибо. Я думаю, в течение лета мы еще с вами встретимся, чтобы какие-то подводить цифры, итоги и так далее. У руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров сегодня был у нас в гостях. Мы продолжаем. Летний сезон набирает обороты. Дачники занимаются рассадой. Некоторые уже высаживают ее на грядки. Но северная погода непредсказуема. Поэтому сначала лучше определить будущие помидоры, перцы и огурцы в теплице. А вот в какие именно, вам расскажут в магазинах фирмы «Пчелка». Любители огорода, тишины и свежего воздуха уже давно открыли дачный сезон. Правда, погода за окном пока не радует весенним солнцем. Но поморские дачники нашли выход. Для спасения рассады используют всевозможные препараты от стресса и агроматериалы. Для ускорения роста стимуляторы, минеральные и органические удобрения, среди которых куряк и биогумус. Также дачники используют кокосовый торф и вермикулит. В магазине «Пчелка» сотрудники помогут определиться. Грамотные и опытные продавцы. Все имеют свои дачи, огромный опыт выращивания всего. Работаем мы через прилавок, мы работаем с каждым покупателем индивидуально. Дадим ответ практически на любой вопрос, подскажем, поможем, никто не останется без внимания. Опытные северяне уже привыкли к холодному маю и приспособились выращивать овощи в любую погоду. Например, у дачницы Анны Беляковой в теплицах уже взошла рассада огурцов, помидор и перцев. Но на этом она не собирается останавливаться. В теплице рассада растет, да. Георгины, там васильки, календула, бархатцы, все растет. Анна Белякова уверена, у нее обязательно все вырастет, потому что в обиходе используют сварные теплицы последнего поколения, сделанные из поликарбоната и оцинкованной стали. Анна Степановна купила их в магазине «Пчелка». В теплицу зелень посажена, огурцы растут уже, третий листочек дают, так что это все закрыто карбонатом, карбонатовой, вернее, теплице, закрыто с подбондом. Сварные теплицы стали популярны на севере благодаря их прочности и стойкости. Поликарбонат сохраняет воздух внутри теплицы, также обеспечивает оптимальное для растений светорассеивание, защищая их от прямого воздействия солнечных лучей, при этом пропуская до 90% света. А прочный сварной каркас позволяет дачникам использовать теплицы долгие годы. Приобрести их вы можете в магазинах фирмы «Пчелка». Адреса на ваших экранах. Екатерина Исакова, Владимир Орлов, «Архангельское телевидение». Ну, что точно интересно не только дачникам, но и всем нам, так это чего же нам ожидать от лета. Предлагаю задать этот вопрос начальнику отдела метеорологических прогнозов Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмиле Цыплаковой. Людмила Витальевна, доброе утро. Доброе утро. Мне как бы не сразу к лету. Мне хочется знать, да и многим из нас наверняка хочется знать, скажите, пожалуйста, почему в этом году в Архангельске не было весны? Весны. Ну, если брать в целом весна, то есть март у нас, в общем-то, был тёплый, выше нормы он был у нас где-то в среднем от 4 до 6 градусов. Апрель у нас, к сожалению, да, у нас, можно сказать, апрель с маем поменялись своими данными, то есть в марте у нас был апрель, а в апреле у нас, можно сказать, был март. Что касаемо месяца мая, май, к сожалению, у нас, вот то, что вот сколько больше, уже почти 2,5 декады у нас прошли, к сожалению, май у нас холодный оказался пока, вот по итогам, в целом май пока тоже говорить сложно, вот, и, в общем-то, май, вот то, что 1-2 декады у нас, они оказались ниже нормы, климатической нормы, в среднем где-то от 2 до 4 градусов, и сейчас вот то, что вот мы наблюдаем вот последние дни уходящего месяца, последние неуходящие весны, то есть тоже в среднем мы идём пока ниже нормы на 2-6 градусов. То есть пока не догоняем? Пока не догоняем, к сожалению. А с чем это связано? Связано это, к сожалению, с вторжением холодной воздушной массы с Арктики, с Арктики, с Карского моря, с Новой Земли, то есть вот, в общем-то, сейчас всё это дело и наблюдаем. Вот мы все теперь Арктику любим, да, оказывается, она нам несёт холод. Да, вот недавно был Арктический форум, в общем-то, вот он нам и подарил. Последствия, скажем так. Да, последствия, да. Ну а когда же к нам придёт долгожданное тепло? Когда тем же дачникам можно будет не бояться, да, что в грунт уже в открытый высаживать там свои культуры, и заморозков, град, и так далее? Ну, когда речь идёт о долгосрочном прогнозе, то есть уверенности в голосе становится всё меньше, так как атмосфера хаотична, и более такого точного прогноза на период, допустим, на сезон, уже сделать очень сложно, то есть на 5-7 дней это более точный прогноз, ну вот, что касаемо долгосрочного прогноза, он, в общем-то, в гидрометцентре России уже составлен, он, правда, вероятностный, в течение сезона он будет уточняться предварительными, основными, декадными прогнозами, и вот согласно этого прогноза, лето в Архангельской области ожидается около нормы, вот за исключением июня, то есть восток области у нас будет выше нормы, пока при предварительным данном на 1 градус, ну и западная часть области около нормы, ну и июль, август, сентябрь тоже, в общем-то, около нормы пока ожидается, что касаемо осадков, тоже все около нормы. Около нормы это сколько? А температура в среднем от 10 до 17, вот если брать на весь сезон, а количество осадков это от 30 до 70 миллиметров, то есть это в среднем на весь сезон. Ну а самый жаркий месяц? Самый жаркий месяц у нас считается июль. Июль, так и будет, надеемся. А, нет, ну пока, конечно, будем надеяться, что лето все-таки у нас будет нормальным, вот, ну что не будет дикой жары и аномального холода, будем надеяться, что не будет. Ну позагорать и покупаться-то можно будет? Я думаю, что получится, думаю, что получится. Немножко, но получится. Да, дай то, что называется, Бог. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам, начальник отдела метеорологических прогнозов Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Цыплакова была сегодня с утра у нас в гостях. Теперь в Москву, точнее в Совет Федерации, там прошли Дни Архангельской области. Одним из главных итогов можно назвать то, что сенаторы предложили включить проект «Белкоморф» в госпрограмму развития Арктики. Об этом заявил председатель Совета по Арктике и Антарктике при Верхней Палате Российского парламента Вячеслав Штыров. Верхняя Палата полностью поддерживает проект, так как строительство новой магистрали открывает широкие возможности для развития северных территорий. Объем частных инвестиций может составить более 700 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест достичь 45 тысяч. О чем еще говорили в Совете Федерации, знает Олеся Кокина. Два дня Архангельской области в Совете Федерации по плану стартовали сразу после того, как свой край представили кировчане. 23 и 24 мая делегация нашего региона плотно работала. На профильных комитетах по социальной политике, образованию, культуре и экономике представители Поморья презентовали достижения, которыми область по-настоящему гордится. К примеру, социальным кластерам и программой помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В Архангельской области успешно используют отечественный экзоскелет для реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга. Мы рассматривали опыт Архангельской области по совершенствованию механизмов повышения качества жизни людей, имеющих инвалидность. Это очень важно, поскольку эта работа носит межведомственный характер и не всегда удается все вовремя обеспечить взаимодействие так, чтобы это было в пользу все-таки инвалида. Опыт нашего региона заинтересовал представителей правительства России и сенаторов. Архангельская область ратует не только за себя, обращая внимание федеральных властей на проблемы, актуальные для многих наших соседей. К примеру, вопрос малокомплектных школ во время работы комитета оказался на поверхности случайно, но вовремя. 40% образовательной инфраструктуры поморья – деревянные школы, построенные еще в середине 60-х. Многие не отвечают современным требованиям, однако расставаться с ними пока рано, поскольку школа – социокультурный центр села. Это значительная часть сельских территорий, где присутствуют небольшие школы с малым количеством школьников, но эти школы требуют сегодня особой поддержки. Мы все понимаем, что школы – это центр притяжения любой территории. В рамках региональной госпрограммы ежегодно строятся новые образовательные учреждения и проводятся капитальные ремонты. Однако на плановый период с 2017 по 2025 год требуется свыше 22 миллиардов рублей, чтобы школы были безопасными и современными. Совет Федерации поддержал предложение продлить срок государственной программы по увеличению количества мест в школах и увеличить объем ее финансирования. Ведь развитие сферы образования напрямую влияет на развитие экономики. Свои достижения в Кое регион продемонстрировал на специальной выставке, развернувшейся вблизи зала заседания сенаторов. Сердце экспозиции Архангельской области – это крупнейшие инвестиционные проекты, старт обсуждений которых был дан на Международном арктическом форуме в марте. Это строительство глубоководного района морского порта Архангельск и железнодорожной магистрали Белкамур, которая соединит Центральную Европу и Азию. Архангельская область запустила своего рода волну интереса к арктическим территориям. Инвесторы приходят, готовые заниматься различными проектами. От развития промышленности в опорных зонах до экологических технологий настоящего с прицелом на здоровое будущее. О нем-то и рассказывает с мастерством настоящего экскурсовода Игоря Орлов Валентине Матвиенко, прогуливаясь от стенда к стенду. Мы сегодня создали суперновые мощности, все частные инвестиции. И мы сегодня уже начали иголки перерабатывать. То есть мы мало того, что ушли через лес теплоэнергетику, биоэнергетику, у нас билеты делаем, отходы начали сжигать. У меня сегодня самое крупное в стране производство тепла на биотоприи. И мы сегодня делаем из хвои, делаем напитки уникальные, лечебные. Надеюсь, без алкоголя? Без алкоголя. Делают студенты Северного государственного медицинского университета. К слову, именно в сфере медицинской помощи случилась еще одна победа Архангельской области. Федеральный центр поддержит финансово-долгожданную стройку. В Поморье появится новый корпус в детской областной больнице. Это тот проект, над которым правительство области уже, можно сказать, бьется несколько лет. У нас готова проектно-сметная документация. На сегодняшний день мы рекомендуем правительству Российской Федерации включить в федеральную адресную инвестиционную программу строительства нового корпуса этой детской больницы. Постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Архангельской области на 412-м пленарном заседании сенаторы приняли единогласно. Поморы оставили приятное впечатление. С большим интересом сенаторы поучаствовали в работе и в заседаниях комитета, и на пленарном заседании. И, конечно же, в нашем постановлении мы обязательно поддержим те болевые точки, которые были обозначены руководством области, те проблемы, которые есть, где нужна поддержка участия федерального центра, где нужно продвижение тех или иных проектов. Итоговое постановление Совета принято пока только за основу для внесения предложений и замечаний, дан срок до 5 июня. В целом же утвердить документ планируют на 414-м заседании 14 июня. Председатель Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко рекомендовала представителям правительства России при внесении замечаний обходиться с документом деликатно. Мне, вы знаете, особо понравилась фраза, обращенная представителю правительства в Совете Федерации о том, что препятствовать в постановлении реализации задачи плана в Архангельской области нельзя и обязательно нужно договориться. При такой поддержке нам многое по плечу. На этой неделе в Архангельском онкологическом диспансере прошла традиционная научно-практическая конференция. Врачи из медучреждений нашей области и ведущие специалисты Северо-Запада обсуждали лечебно-диагностическую тактику при онкозаболеваниях. Сегодня они на втором месте по летальным исходам в нашем регионе. При этом, как показывает практика, бороться нужно не только с самой болезнью. Алексей Карельский продолжит. В этом году конференция по онкологии отметилась большим количеством мастер-классов по абдоминальной хирургии, урологии, оперативным вмешательствам при раке молочной железы. Делиться опытом и перенимать его у наших врачей приехали коллеги из Москвы, Вологды, Череповца, Мурманска. Особо прочные связи со специалистами из Санкт-Петербурга. Наши коллеги из Ниепетрова, они нас курируют. Благодаря им у нас уже и гинекологи оперируют на поток. Поставлены лапароскопические операции при гинекологии и абдоминальной хирургии работают уже, оттачивают свое мастерство. Также мы развиваем урологическое направление и мамологическое направление. Активное наступление на рак по всем фронтам необходимо. Ежегодно он поражает около 5000 жителей Поморья, средний возраст которых 65 лет. Более половины случаев заболевания выявляется на первой-второй стадии, поэтому и выживаемость достаточно высокая. У нас очень хорошо поставлена химиотерапия. Пятилетняя выживаемость у нас выше, чем по Российской Федерации, выше, чем по Северо-Западу. А в чем, скажем так, нам действительно стоит тянуться за коллегами? Тянуться за коллегами нам надо именно в организации. То есть вот когда мы маршрутизацию разработаем, такую, чтобы вот это было прямо сегодня выявили, грубо говоря, в течение двух недель он попал уже на нашу ковечку и получает специализированное лечение, но тут у нас, к сожалению, мы пока еще отстаем. Маршрутизацию пациента обсудили и на коллегии областного Минздрава. В центре внимания первичное звено, то есть специалисты центральных районных и городских больниц. Именно они должны провести обследование и выявить заболевание как можно раньше. Не все центральные районные больницы имеют весь необходимый перечень диагностического оборудования или специалистов, которые могут его выполнить. Для этого существует второй этап оказания медицинской помощи – это учреждения второго уровня или межрайонные центры. То есть вот самая главная проблема – это вовремя, своевременно и правильно, то есть без ожидания, без дополнительных каких-то отклонений от вот этого курса маршрутизации направить на второй уровень. С учетом удаленности и труднодоступности ряда территорий, дефицита кадров и техники, не то, что своевременно перенаправить пациента, но и диагностировать у него рак бывает проблематично. Ресурс ограничен, но надо исходить из того, что есть. Мы хотим восстановить тот принцип онконастороженности, который воспитывался годами во время обучения в Минуниверситете. Мы хотим обратить внимание на чувствительность тех исследований, которые проводятся, в том числе и для онкологического поиска. Это флюорографические исследования, рентгены, маммографические исследования. В скором времени для специалистов, которые проводят эти исследования, будут проведены дополнительные тематические курсы усовершенствования. Алексей Карельский, Александр Пичугин, Архангельское телевидение. В Архангельске с наступлением лета, как правило, жизнь затихает. Завершается и культурный сезон. Театры уходят на каникулы. Чтобы подготовить для зрителей премьеры, закрываются культурные центры, перестают работать кружки. Но северян побаловали, согласитесь, в этом сезоне. И вот краткий обзор того, что мы увидели. В январе впервые в истории в Архангельске прошел фестиваль «Сияние Арктики». Всероссийский хореографический конкурс объединил детские, подростковые и молодежные творческие коллективы. Участники состязались в семи номинациях, среди которых «Народный танец», «Детский», «Современный» и «Острадный». В Ломоносовском ДК Архангельска прошел традиционный фестиваль патриотической песни «Россия, мы твои сыны». Он существует уже 17 лет. Из 200 исполнителей шесть стали лауреатами конкурса «40 дипломантами». Победители представили область на фестивале творческой молодежи городов воинской славы и городов героев «Помним, гордимся, верим». В марте в Архангельске завершилась Всероссийская художественная выставка «Лики России». Масштабный проект объединил более полутора тысяч лучших мастеров России. Наш город три месяца был большой выставочной площадкой для живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства со всей страны. В Архангельске с аншлагом прошел большой пасхальный фестиваль. В кирхе звучали церковные песнопения, духовные стихи и казачьи песни со свистом. Во время фестиваля северяне услышали православные песнопения на русском, грузинском, белорусском и сербском языках. В культурном центре Соломбола-Арт в третий раз прошел городской фестиваль «Архангельск поет о победе», выступали участники в номинациях «Поющие семьи» и «Трудовые коллективы», в гала-концерты принимали участие звездные дуэты. На сцену вышло свыше двухсот человек, песни «Победы» исполняли кассиры, водители, врачи, воспитатели, учителя. Более полутора тысяч жителей Архангельска посетили всероссийскую акцию «Библия-ночь». В этом году в областном центре работало четыре площадки. Горожане смогли познакомиться с новым прочтением произведений северных писателей, увидели пластический театр, а также участвовали в викторинах и сами подходили к микрофону, чтобы прочесть любимые стихотворения. «Машина времени», военно-историческая реконструкция, редчайшие экспонаты, северный чай в деревне и кофе на набережной, а также живая музыка. Все это и многое другое ожидало жителей и гостей Архангельской области в «Ночь музеев». Архангельский регион участвовал в международной акции уже седьмой год подряд, а в России «Ночь музеев» прошла в одиннадцатый раз. Директор Ломоносовского дворца культуры Архангельска Александр Барский сегодня у нас в гостях. Александр Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Как дворец культуры, ваш дворец культуры, наш дворец культуры прожил этот сезон? Что-то новое удалось сделать? Ну, вообще все дворцы прожили этот год творчески очень энергичный. Наш дворец, к счастью, не без исключения. Он движется по пути очень больших планов, серьезных и развития. Полторы тысячи детей и подростков занимаются в 36 коллективах. Благодаря поддержке муниципальных программ, целевых программ, мы смогли реанимировать и сделать техническое перевооружение светового управления сцены. Это очень важно. Наши вокальные коллективы порадовались новым микрофоном. Театральная студия приобретает новые очертания. Акварели из-за студии переселилась в новые комфортные помещения благодаря нашим депутатам городским. Областным депутатам благодаря... Мы обустраиваем там, где занимается кружковая работа. Ну и немаловажно, большая помощь родителей. Им огромная благодарность. Благодаря им мы смогли пошить более 200 костюмов. То есть Ломановский дворец культуры остается сегодня все-таки точкой общего притяжения, а не живет какой-то своей внутренней там жизнью? Нет, конечно. Мы же участвуем и в городских мероприятиях. И тому пример большой форум. И программа, которую посетило более 650 человек из всех окраин нашего города, и они не остались в стороне. Это был серьезный проект. Вот вы все время что-то новое там у себя придумываете. Вот в частности вот этот проект по фотографам, да? И как он правильно, точно сейчас не помню, называется? Эпоха кино. Золотая эпоха кино. Да. Откуда черпаете вот такие идеи? Эти идеи сами люди дают. У нас, например, гардеробщица работает во дворце самого открытия. Она была киномехаником. Отсюда и пошла вся идея. И мы восстановили полностью все оборудование. Оно в рабочем состоянии. Это помогло нам сделать такие мероприятия, как «Рэдборд Мультфильм», который пользуется в дне семейного отдыха. Просто большим фурором. Детям нравятся эти старые сказки, которые мы демонстрируем. Ну и большая экспозиция по истории развития киномехаников. Насколько сегодня предоставляется возможность делать ремонт? Есть ли на это средства? Открывать новые кружки? И вот когда едешь мимо дворца культуры, да? Вот когда уже все вот так красиво засияет? Ну, вы знаете, мы оптимисты. Вообще работники культуры – люди оптимисты. Они всегда чего-то ждут и на кого-то надеются. Но самое главное в самих себе. Если решать проблему, то она будет решаться. И мы ждем поддержки наших меценатов. Мы в этом году, в этом творческом сезоне, хотим начать с нового малого зала ремонта. Сейчас уже проходят аукционы по закупке светового оборудования, звукового оборудования. Дизайн-проекты согласованы и утверждены. Нового театральной студии, хорового класса. И мы надеемся, что мы сможем в следующем творческом сезоне это воплотить. То есть силы есть? Да. Возможности есть? Желания есть. А возможности, они всегда приходят. Если кратко, то есть этот сезон, который мы завершаем, да, ближе к лету всегда, вы прожили хорошо? Да, нельзя сказать, что мы без трудностей, но, тем не менее, самое главное, на эмоциональном хорошем подъеме. И наш творческий сезон хоть и закончился основной, но 1 июня мы все, и дворцы, и учреждения культуры открывают новый творческий сезон. 1 июня мы приглашаем всех детей на летний отдых. Ну и подготовка к Дню города. Там и встретимся. Оптимист, директор Ломоносовского дворца культуры Александр Барский был сегодня у нас в гостях. Согласитесь, одним из ярчайших культурных событий для столицы региона стало открытие выставки «Война и мифы». Архангельск, 4-й город после Москвы, Тулы и Иваново, которая посетила экспозиция, организованная, кстати, Российским военно-историческим обществом. На выставке уже побывали несколько десятков тысяч человек, среди них и мой коллега Михаил Меньшинин. С первых шагов выставка «Война и мифы» буквально погружает посетителя в атмосферу военных лет. Под ногами снег со следами сапог, на стенах вырезки из газет 41-го, а в импровизированных окопах советские солдаты, прикрывающие зрителя от вражеских пуль. Однако красочная визуальная составляющая далеко не главная часть войны и мифов. Как заметил открывавший выставку министр культуры России Владимир Мединский, основной смысл – сохранить правду о Великой Победе и передать ее молодым поколениям. Выставка – это необычная, это не какие-то там просто артефакты, сюда нельзя прийти поглазеть. Вот когда приходишь на эту выставку, надо провести на ней минимум час, потому что надо читать документы, надо смотреть представленные карты, видеохронику, и тогда у тебя сложится комплексное впечатление о правде. Экспозиция войны и мифов посвящена нескольким темам, среди которых битва под Москвой, массовый героизм советских солдат, освобождение Европы от фашизма и судебный процесс над лидерами нацистов. Особенность выставки в том, что зрителя никто не старается в чем-то убедить. Каждый видит написанные на полу спорные утверждения и без всякого вмешательства сможет при помощи оцифрованных документов сделать самостоятельные выводы. История про 28 панфиловцев была настолько плохо состряпана, что этот эпизод выпал из разряда героических деяний. Те, кто верит подобного рода высказываниям, смогут сами убедиться в своей неправоте. Многие историки считают, что очерк о 28 гвардейцах, которые встретились в неравном бою против 50 фашистских танков, сделал для победы едва ли не больше, чем сами герои. И это, к сожалению, далеко не единственный миф, который все чаще можно услышать. Один из кураторов выставки, Николай Данилов, преподает историю в САФУ уже более 10 лет. За время своей практики ему довольно часто приходилось сталкиваться с различными заблуждениями студентов. Встречался с самым известным мифом, вклад Советского Союза незначительный. Все нам дал ленд-лиз, да, много чего, но львиная доля идет в 1944 год. Почему? Да по большому счету не могут, с трудом справляются с Японией, нужна помощь. Но договоренности у союзников через три месяца после завершения войны в Европе. И тогда становится понятен аттракцион неслыханной щедрости. Давали все, что угодно. Нужно было, чтобы Советский Союз наконец-то завершил кампанию в Европе и взял на себя миллионную Квантунскую армию. Уникальный интерактивный формат вместе с опорой на исторические факты и документы вызывают у зрителя чувство гордости своей настоящей историей, лишенной всяких домыслов. Свою работу выставка «Война и мифы» продолжит до 30 июня, после чего отправится в Санкт-Петербург. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Евгений Зыков, Денис Линчевский. Архангельское телевидение. Ну а сейчас наша ставшая уже постоянная рубрика «Путешествуем с Трэвл-клубом». У нас снова в гостях генеральный директор туристической компании Трэвл-клуб Юлия Бессонова. Юлия, доброе утро. Доброе утро. В этой студии мы уже не раз говорили о летнем отдыхе детей, где и как, куда их отправлять и так далее. Но в последнее время как-то популярны очень на слуху, и многие говорят об этом, речные прогулки. Может ли Трэвл-клуб сегодня предложить нам, северянам, вот такой туризм? Безусловно, речные и морские круизы являются одним из интересных направлений сейчас в туризме и очень радует, что с каждым годом появляется и развивается все больше и больше новых маршрутов. Речной круиз – это такое романтическое путешествие на воде, где каждый день вы смотрите и изучаете новый исторический город, новую историческую достопримечательность. Проживаете в комфортабельных каютах, представлено также изысканное питание, вечерняя развлекательная программа на борту. Длительность таких речных круизов составляет от 5 до 7, до 14, а также может составлять до 16 или 60 дней. Ничего себе! Каждый день судно вас привозит к новому историческому какому-то объекту или городу. Высадка производится примерно на 8-12 часов, и наши туристы могут воспользоваться возможностью поучаствовать в экскурсионной программе, а также изучить своими ногами, глазами и ушами этот город. Вот, например, ну нет у меня времени такого большого, но желание зато просто зашкаливает. Хочется как-то вот на воде провести свой отдых или в командировку приехал. Есть ли такая возможность, например, вот путешествовать не 16 дней, не 7 дней, а, например, 2 дня просто там выйти в каком-то городе и так далее? Совершенно верно, это очень удобно тоже для туристов, и, кстати, очень популярно. Вот, есть туры, конечно же, и туры выходного дня, длительность которых 3-4 дня, а также, знакомясь с маршрутом речного круиза, вы можете сесть в том городе, который считаете интересным, и проследовать именно те города, которые выбрали для своего путешествия. Особо популярными речными круизами на данный момент являются речные круизы по городам Золотого Кольца, где вы посещаете такие наши красивейшие культурные столицы, это Ярославль, Мышкин, Углич, Плёс, далее можно следовать в Казань, Волгоград и тогда Астрахани. Что касается морских круизов, по Средиземному морю прокатиться. Интересное, да. Для тех, кто любит такой немножко экзотичный отдых, есть очень интересные предложения. Так, например, эти средиземноморские круизы проходят через итальянские, греческие острова, Сицилию, Мальту и так далее. Но здесь необходимо учитывать следующий момент в том, что обслуживание на морских круизах происходит исключительно на иностранном языке, поэтому знание хотя бы какое-то минимальное английского или немецкого, испанского, французского языков обязательно. Если же таких знаний нет, то тогда необходимо присоединиться к русской группе. Такие группы набираются и всегда представлены у менеджеров в тур-офисах. Вот Мальта, Италия, Греция, это, конечно, всё здорово, захватывает дух, даже там не побывав, да. Но можно ли сказать сегодня, что есть туры, которые ориентированы, в принципе, на любой кошелёк? Может, скидки какие-то есть? Обязательно. Бонусные программы существуют на различных круизных программах. Так, например, на средиземноморских зарубежных суднах представлена всегда программа «Два взрослых», где оплачиваются путёвки на двух взрослых, и ребёнок до 17 лет идёт бесплатно. То есть 2 плюс 1 система. Есть также шикарные скидки, особенно не в летний период, конечно, а в сезоны для пенсионеров. Стоимость таких круизов за рубежом представляет 200 евро. То есть достаточно популярны. Вот в тех программах, в прошлых программах, мы говорили о детском отдыхе, в принципе, детском отдыхе на нашем побережье, там, Сочи, Краснодар и так далее. А есть ли возможность наших детей, например, отправить за границу в какие-то лагеря? Да, это уже существует, работают уже несколько, я бы сказала, наверное, уже 20 лет. Это болгарские лагеря. Значит, они расположены на берегах Солнечной Болгарии. И специфика этих лагерей в том, что организуют их российские операторы. То есть заводится педагогический персонал, вожатые, воспитатели, медработники. Да, и обслуживаются, естественно, российские дети. Вот. Такой болгарский лагерь, он интересен для детей и сориентирован, наверное, на детей в возрасте от 11 до 17 лет, где все, что устроено в лагере, оно сориентировано по интересам. То есть немного отличается от наших таких пионерских лагерей, где у нас все-таки присутствует такой режимный момент. Да, завтрак, подъем, линейка и так далее. Здесь это отсутствует, здесь есть интересы, мастер-классы, творческие мастерские, спортивные сетцы, шведский стол, который, да, в течение дня выставлен, да, и ребенок может в течение дня подходить и пить кофе, и чай, и соки. Если он голоден, кушать, то есть вот немножко отличается. То есть и ориентирован, в принципе, на каждого ребенка. Ориентирован на каждого ребенка. Вот. И если есть интерес, то, кстати, еще в августе месяце есть несколько мест для желающих отдохнуть. Юля, все-таки мы северяне тоже дорожим своим временем, да, и не хочется вот вылетать за границу там или куда-то еще через Москву, через Санкт-Петербург, то есть транзитом. В этом сезоне какие прямые вылеты из Архангельска? О, да. Прямые перелезные программы мы ждем каждый год. И в этом году уже стартовали прямые вылеты в Турцию, в Болгарию, в Грецию и Тунис. То есть четыре страны. Четыре страны, да. В Турцию регулярность прямых вылетов в Турцию пять раз в неделю. Ну, а в другие страны один раз в неделю, ну, я думаю, достаточно, в принципе. Вот. И, вы знаете, вот майские каникулы показали, конечно, гостеприимность турецких курортов. Туристы приехали очень довольны, довольны гостеприимством, кухней, теплом и ласковым теплым морем. Новинка в организации туров в Грецию. Хотелось бы тоже отметить о том, что с этого года здесь делается в Архангельске визовом центре греческая виза и дается она на три года. Поэтому, съездив раз в Грецию, получив трехлетнюю визу, вы имеете возможность путешествовать еще в течение трех лет по странам Шенгенского соглашения. Все, сейчас заканчиваю программу и иду к вам. Тем более, мы находимся практически в одном месте. Да. Спасибо вам большое. Удачного сезона. Юлия Бессонова, генеральный директор компании, туристической компании «Тревел Клуб» была у нас с утра в гостях. Ну и в завершении на этой неделе он стал героем интернета. В Плесецком районе на автомагистраль вышел медведь. Произошло это неподалеку от поселка Самодет. Отважный водитель не только заснял стоявшего и обочины зверя, но даже вышел из машины, чтобы запечатлеть мишку вблизи. К счастью, хозяин леса был настроен миролюбиво и предпочел избежать встречи. Одним словом, во время съемки ролика никто не пострадал. Ну что ж, такое мы увидели эту неделю. Я поздравляю сегодня с праздником всех пограничников. Сразу после нашей программы смотрите «Кухню для друзей». Мы узнаем, что приготовит солист из знаменитого грузинского ансамбля «Арагви». Сразу после этого новый выпуск «Бизнес-панорамы». Ну а программа «Семь дней в регионе» уходит на летние каникулы. Мы вернемся уже на обновленный региональный канал и в новом качестве. Но по-прежнему будем рассказывать вам о самых значимых событиях нашего края. Будьте здоровы!